Санковский район Небольшая территория на востоке Тверской области Этот край живописных холмов и верховьев малых рек Когда-то был местом сурового оледенения История Санковской земли уходит глубокими корнями К временам поселений Каменного века Археологические исследования свидетельствуют о том Что территория района была заселена первобытным человеком очень давно Около десяти тысяч лет назад Вот уже много лет историю Санковского края Исследует со своими учениками Галина Владимировна Шутова Руководитель краеведческого центра Истоки В результате многолетних исследований Были найдены следы проживавших здесь Фатьяновских и финно-угорских племен Артефакты последующего заселения славянами Все это помогло открыть новые страницы исторического прошлого Начиная с глубины веков вплоть до наших дней И сегодня мы расскажем историю появления места Которое мы называем своим домом Историю поселка Санкова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1867 году начинается строительство Виндава Рыбинской железной дороги Дорога строится по решению царского правительства Дорога строится акционерными обществами Поскольку те понимают, что вкладывать капитал В такой проект очень и очень прибыльно и выгодно И цель новой дороги связать Среднюю Волгу с западными районами России Для того, чтобы обеспечить выход товаров По Олжских, по Олжских, Балтийскому морю Дорога строилась от Рыбинска до местечка портового города Виндава. Сегодня это город Виндава. Сегодня это город Винспилс в Латвии. И на 99-й версте этой дороги появляется маленькая станция. Станция, которую назвали Савелина. Поскольку рядом была деревня Савелий-Ха, двух километров отсюда, поэтому это название произошло от названия этой деревни. Итак, станция Савелина. Сегодня стоит указатель 105-й километр. В переводе километры это и есть точка отсчета нашей станции. Датой рождения станции является 1870 год, поскольку именно в этот год было открыто движение от Рыбинска до Бежицка и Балаголя. Рыбинска до Бежицка. Поселок Санково обязан своим рождением не только железной дороги, но и небольшой речке Каменки. Речка начинается недалеко от деревни Толошманы, из небольшого низиного болота, и впадает правым притоком в легендарную реку Сить. Почему необходимо было поставить станцию нашу именно на реке? Дело в том, что в то время локомотивом были паровозы, поэтому необходимо было большое количество воды для того, чтобы обеспечить движение паровозов. В районе пищалки на станции там был ручей Рябинский. В районе станции Бежицка была речка Стричина. И вот на этом отрезке необходим был еще дополнительный водоем. И вот такой водоем природа создала. Это речка Каменка. Эта река служила прежде всего для заправки паровозов водой. С этой целью была построена плотина, и здесь появились два пруда. Мы стоим сегодня у верхнего пруда. Руль плотины здесь выполняет само дорожное полотно. А на другой стороне дороги, в северной части, там есть другой пруд, нижний пруд. И вот на его берегу было построено здание водокачки, которое снабжало водой паровозы. Мы находимся у нижнего пруда. Так называется еще одно углубление в русле реки Каменки. На правом берегу этого пруда располагается здание водокачки. Вот у здания не находился насос, и вода подавалась в водоемное здание, для того, чтобы обеспечивать водой паровозы. Первыми поселенцами станции Савелина были люди-приезжие. Поэтому так получилось, что название речки, они дали водокачка. Видим по названию с того сооружения, которое стояло на ее берегу. А на самом деле эта речка называется Каменка. Имя Каменки дали жители много веков назад, жители окрестных деревень, которые располагались на берегу этой речки. К сожалению, это название водокачка сохранилось до нынешних дней, поэтому санковчане порой ошибочно называют водоем водокачка. На самом деле это речка Каменка, приток реки Сить. Первоначально были построены здания водокачки, каменной сооружения, водоемное здание, в котором накопливалась вода до сомжения паровозов. Было отдельное большое помещение для хранения дров, и отдельная была должность дровоколов. Ходила сюда, поскольку дровами топились паровозы. И первое здание вокзала находилось вот в этой стороне. К сожалению, сегодня от него осталось только небольшое помещение зала ожидания. А с правой стороны находилось деревянное двухэтажное здание. Там были все службы, узла и станции. А вот с левой стороны находилось зал ожидания. Эта вот часть зала ожидания сохранилась до наших дней. Новый вокзал был построен в 1898 году в связи с строительством ветки Накашин и открытием ветки. К этому событию было открыто вот такое здание вокзала. В начале на станции была всего одна улица. Современная улица вокзальная. Всего было несколько зданий. В сторону Рыбинска были здания самого узла, административного здания. Там располагалась еще усадьба начальника станции. А позднее появляется улица параллельная вокзальная. Современный проспект Ленина. Дело в том, что эти земли, на которых появилась станция Савелина, они относились или были владением известного дворянина села Григорково Сергея Аркадьевича Недовеского, полковника артиллерии. Но после крестьянской реформы 1961 года Недовесков начинает отпродавать земли, поскольку дохода не имели уже большого. И местные зажиточные крестьяне начинают скупать эти земли вот в районе станции, понимая, что торговлю вести, пользуясь дорогой железной, очень-очень прибыльно. Начинает развиваться торговля, купеческое дело. И появляются лавки, трактиры, магазины. Вот здесь, недалеко от самого здания вокзала. Владельцами первых торговых заведений были Иван Ильич Будилов, крестьянин из деревни Быльцина, братья Иван Николай Александрович и Попковы из деревни Мочалиха. И целый ряд домов двухэтажных принадлежали братьям Савельевым. На рубеже 19-20 веков наш маленький поселок был совсем небольшим. Буквально западной границей являлось это здание, дом Мельникова, а на востоке замыкалось домом Николая Щеголева. Сегодня это здание редакции и в свое время музыкальной школы. За моей спиной находится здание, которое принадлежало известному купцу Ефиму Семеновичу Савельеву. Здесь был целый ряд домов деревянных двухэтажных, которые принадлежали и братьям Савельевым. А вот у Ефима Семеновича был дом такой каменный. Рядом находится, там где был центр Радуга, находится дом известного купца, торговца Мясом, Мельникова. А это здание паруса, это его склады. На том месте находится торговый центр, располагался большое здание, трактир, магазин купца Дагонкина. Сам дом его находился за дорогой железной, а здесь вот такое было здание. И рассказывают, что купец Дагонкин, чтобы каким-то образом завлечь себе покупателей и посетителей, он выносил большой граммофон, в окно ставил и заводил пластинку. В то время это было диковинно, и поэтому желающие дослушать музыку приходили в его трактир. Это здание настоящий памятник истории нашего поселка. Это здание принадлежало известному купцу Санковскому, Ивану Ильичу Будилову, крестьяне зажиточной из деревни Быльцина. Он настолько раскрутился, построил первый в нашем поселке кирпичный завод, и многие здания были построены именно из будиловского кирпича. В этом доме внизу находилась его лавка торговая, а верхнее помещение он сдавал в аренду. А его дом находился дальше по улице, на опушке леса, на самом повороте улицы Клубной. К северу от станции располагались два хутора. Хутор Дубровка и хутор Мальцина. Хутор Дубровка – это сегодня часть улицы Клубной в районе Ветлечебницы. Это дом номер 43-45. Этот хутор принадлежал племяннику Ивана Ильича Будилова, Александру Алексеевичу Будилову. И после смерти Будилова Ивана Ильича кирпичный завод отошел его племяннику. Многие здания, каменные, построенные в поселке Санково и в окрестных деревнях, имеют оттиск А, Б, то есть Александра Будилова. Но самым красивым зданием нашего поселка в начале 20 века был дом Николая Щеголева. Он выходец из деревни Савелова, зажиточный крестьянин, имел торговлю большую, торговал зерном, овсом в основном, торговал сеном, другими продуктами, вывозил все продукты в Санкт-Петербург, в Рененбаум, ныне от Ломоносов, имел там большой дом купеческий и построил дом и в поселке Савелина. Дом был красиво оформлен, красивой пилястры, украшали его фронтон, сделал удивительно, здание двухэтажное, кирпичное, необычная была система отопления, стены внутренние были очень толстыми, и дымоход проходил внутри стен, поэтому здание вот таким образом отопливалось, поэтому стены внутренние были теплыми. И были красивые из Ростовой печи, к счастью, они сегодня сохранились, и фасад этого здания украшали два красивых балкона. К сожалению, их сегодня не сохранилось, но от них остались фрагменты металлической конструкции, на которых держался балкон. Поэтому самый красивый дом – это дом Николая Щеголева. Это здание является замечательным памятником истории нашего поселка, должно быть внесено в реестр памятников истории, поскольку действительно это архитектурное сооружение заслуживает особого внимания. С 1903 года наша станция стала называться Санково. Савелина поменяли на новое название. Дело в том, что к тому времени была построена дорога в сторону Москвы и появилась станция Савелова, поэтому похожее название Савелина и Савелова приводило к тому, что грузы порой путались, поэтому приходили не по тому адресу. И было принято решение в 1903 году нашу станцию Савельина переименовать Санково. Название Санково происходит от имени Санька, от уменьшительной формы мужского личного календарного имени Александр. Дело в том, что в этом месте, где мы стоим, находился хутор Саньков. И вот эта улица железнодорожная, которая сегодня, она так называлась позднее хутор Санечкова или Санькова. Владельцем этого хутора был Александр, как в народе его звали Санька. Поэтому такие вот названия появляются. Саньково поле, Саньков хутор, Саньков лес. И постепенно название Санькова трансформируется в Санково. По документам архивным очень легко проследить трансформацию этого названия. Сначала пишется Саньково, потом буковка мягкий знак исчезает, название Санково, а потом буковка А превращается в букву уже О. Поэтому получается название Санково с тремя буквами О. Итак, название Санково происходит от имени Санька. И вот этот хутор, Санечков хутор или Саньков хутор, в котором мы стоим, позднее принадлежал другому владельцу. Им владел замечательный такой купец, меценат Иван Федорович Попков. Он родом из деревни Мачалиха. И вот переехала сюда, поскольку на станции это очень удобно, и торговать можно, возможности большие. И вот тут был его хутор, а вот здесь был его кирпичный завод. И вот часть здания, которую мы сегодня видим, вот эта сторона левая, она как раз является частью дома, в котором жил Иван Федорович Попков. Он основал второй кирпичный завод. Первый завод был Будилово. Поэтому вот эта территория была, где находился завод Попкова. Мы сегодня говорим спасибо Попкову за то, что он построил храм, значит, Будилово вместе с Пасхой церковь. А еще он сделал все, чтобы открылась школа на нашей станции, в нашем поселке. Это школа, которую сегодня называют Санковская средняя школа. Итак, с 1903 года наша станция носит другое имя – Санково. И границей нашего маленького поселка, восточной границей, являлся дом купца Щеголева. А здесь располагался глухой иловый лес. Но в 1905 году начинается строительство храма. Церковь Спасская строилась на средства купцов Ивана Ильича Будилова и Ивана Федоровича Попкова. Они имели кирпичные заводы. И вот из этого кирпича, который производили заводы, была построена Спасская церковь. 1 октября 1909 года, в День Покрова Богородицы, праздник Покрова Богородицы, было торжественное освящение этого храма. К нашему большому счастью сохранилась очень редкая фотография фотографа Изуглича, который изобразил вот этот момент освящения храма. Видно, что церковь красивая, из красного кирпича, краснокаменная, стоит в окружении леса, лесного массива. Огромное скопление людей. И в честь такого события напротив дома Щеголева раздавали бесплатный хлеб. Позднее храм был закрыт в 30-е годы, а в 1950 году он был реконструирован, была сделана пристройка фасадовая, и в этом здании разместился кинотеатр «Родина». «Родина» «Родина» В 1898 году была построена ветка до Кашина, а в 1899 году была построена железнодорожная ветка до Красного холма. Поэтому наша маленькая станция Санкова превратилась невольно в железнодорожный узел. И это здание – это контора железнодорожного узла. А вот через дом, там небольшой такой полупарк, здесь находился дом, где проживал начальник станции Савелина Лисанкова уже позднее. Обычно этот должность занимал человек, имеющий дворянское происхождение. Вот в 11-12 годах начальником станции здесь работал и служил дворянин Соловов. Здесь сохранились небольшие части парка, аллеи дубов, несколько лип. Здесь еще остались следы оранжереи. Так что вот такое памятное место, которое имеет прямое отношение к станции Савелина Санкова, находится здесь. Улица Вокзальная начинается именно от этого дома. Поэтому это единственная первая, самая первая улица, единственная, которая не имеет второго посада. То есть номерация домов идет по порядку. Напротив нас находится здание железнодорожной школы. В 1901 году было открыто самое первое учебное заведение в нашем поселке. Это школа, которая содержалась на средствах Виндава-Рыбинской железной дороги. В школе обучались ребята из станции Санкова или Савелина в то время еще и ближайших деревень. Но в 1913 году школа была переведена в город Беженск, поэтому наш поселок остался без учебного заведения. И известный купец Санковский Иван Федорович Попков от имени жителей обратился в Кашинское уездное земское собрание с просьбой открыть учебное заведение. Долго, видимо, решался вопрос, потому что только в декабре было принято решение об открытии в нашем поселке школы грамоты. Это был 1913 год. Это самое примитивное учебное заведение того типа. Через год школа стала церковно-приходской. Сегодня это Санковская средняя школа. А школа железнодорожная вернулась через 30 лет. В 1946 году школа вновь железнодорожная появилась в нашем поселке. В годы войны на месте школы был огромный барак. Это было здание, где находился пункт по приему эвакуированного населения. Большой поток эвакуированных с Ленинграда, с западных районов нашей области постоянно прибывал в район. Здесь их записывали, кормили и размещали по окрестным населенным пунктам. А позднее, в 1954 году, было построено современное здание. Рядом за стеной магазина «Магнит» находится то место, где когда-то размещалась Санковская средняя школа. Дело в том, что свой статус средней школы она получила в 1936 году. Специально было построено двухэтажное деревянное здание. В школе обучалось 900 человек, поэтому такое крупное заведение было здесь. Но в 1961 году школа уже обветшала, поэтому было построено новое здание в южной части поселка. И школа переехала в южную часть поселка. Коренным образом жизнь нашего маленького поселка, как и всей страны, изменила Великая Октябрьская революция. В 2017 году произошло это событие, и уже в январе 2018 года на нашу станцию прибыла небольшая группа рабочих с Петрограда. Они объявили о том, что свершилась революция, что власть перешла народу, и предлагалось собраться на привокзальной площади на такой большой митинг к населению поселка. Люди собрались, и было принято решение о создании Совета депутатов. То есть 10 января 2018 года в нашем поселке была установлена советская власть. Конечно, продвижение советской власти было сложным. Было большое сопротивление того купечества, которое населяло эту часть нашего населенного пункта. Было большое сопротивление на местах, особенно в деревнях. И, наверное, помнят все из учебников истории, что в 2018 году, осенью 2018 года, готовился крупный белогвардейский мятеж в городе Ярославле. И через нашу станцию проходили составы, которые везли оружие мятежникам. И однажды, а это случилось 10 октября по старому стилю 2018 года, недалеко от горловина моста, железнодорожного, в сторону Бежицка, раздался оглушительный силы взрыв. Так разорвались снаряды, которые были в этом эшелоне, который двигался в Ярославль. Разлетели снаряды по все стороны. От ударной волны в домах, которые располагаются современной улице, набережной, повлетали стекла, значит, крыши поломало, трубы упали. Поэтому вот такой сильный взрыв. Приехали через несколько дней саперы, собирали эти снаряды, взрывали их потом отдельно в стороне от этого места. Но снаряды лежат до сих пор. В 2011 году, во время проведения таких земляных работ, случайно экскаватором был найден такой снаряд. Приехали с Твери саперы. Они обратили внимание сразу, что он никакого отношения не имеет к времен Великой Отечественной войны, что это более старый по возрасту снаряд. Поэтому эхо вот этих событий, оно вот до сих пор звучит. Во время Первой мировой войны в 2014 году необходимо было перебросить на Западный фронт, на борьбу с немцами, огромное количество и оружия, и живой силы, и, конечно, продовольствия. Поэтому станция наша, Санковая, не справлялась с этим потоком. И возникла необходимость проложить второй путь. Поэтому в 2014 году была проложена еще одна ветка. Когда строилась дорога, уже мосты проектировались на двухколейную дорогу. Поэтому эта ветка служила всего пять лет. В 1919 году, в годы Гражданской войны, были необходимы рельсы для того, чтобы вести наступательные операции на Восточном фронте, особенно с Колчаком. Поэтому этот путь был разобран и увезен в то место, где он был более нужен. В 1924 году была образована Санковская волость из частей Литвиновской, Константиновской волостей. И наш поселок стал центром Санковской волости. А летом 1929 года был образован Санковский район. Поэтому наш поселок стал районным центром, центром Санковского района. Санковской волосы В историю поселка вошли 30-е годы, как годы интенсивного развития нашей станции. И нашего населенного пункта. Во-первых, увеличилось население. И с 20-е годы проживало где-то 500 человек. То к 30-31 году население уже было 1070 человек. И растет производство. Был старинный кирпичный завод. Были сапожные мастерские. Другие небольшие кустарные предприятия. А теперь возникает крупное производство. В феврале 1931 года открывается Санковская машино-тракторная станция, сокращенно МТС. В 1931 году, 12 апреля, выходит первый номер районной газеты «Дело октября». В 1932 году открывается локомотивное депо. До этого был большой деревянный дощатый барак такой, сарай, паровозный депо. А в 1932 году, в марте месяце, было построено здание, которое существует и сегодня, локомотивного депо. И в 1930-е годы дали такой скачок в развитии нашего поселка. Строится жилье. Были построены даже два 16-квартирных жилых дома. Открывается амбулатория, рабочий клуб жильдорожников. Поэтому поселок буквально расцветает в 1930-е годы. Стояла проблема большая с обеспечением водой. Для этого в 1938 году был построен водовод от деревни Радование, которая стоит на реке Корешечная, до поселка Санково. Мы до сих пор пользуемся этим водоводом, который мы построим в 1938 году. И, конечно же, такой темной стороной, может быть, темной линией, проходит период сталинских репрессий. К сожалению, эта темная сторона не обошла и наш поселок. Были репрессированы несколько машинистов локомотивного депо, некоторые работники Санковской милиции, несколько священников по району. Поэтому вот такие страницы тоже, к сожалению, есть. Особая страница истории поселка – это, конечно, Великая Отечественная война. Война пришла, как в любой населенный пункт, не только с первыми извещениями военкомата, но и с первыми похоронками. Осенью 1941 года наш район уже был при фронтовой полосе. И Санково, как железнодорожный узел, конечно же, обращало на себя внимание фашистской авиации. От 12 октября 1941 года немецкие самолеты впервые бомбили станцию Санкова. Были разрушены танционные постройки, были человеческие жертвы. Наши железнодорожники водили постоянно под обстрелами составы в сторону Западного фронта. Возили оружие, боеприпасы, живую силу, воинов, а обратно возили эвакуированных и раненых. Налет авиации постоянно усиливались. Санковская средняя школа, которая в то время располагалась в проспекте Ленина, вынуждена была прекратить занятия, поскольку настолько были мощные обстрелы авиации. Когда возникала угроза авианалета, то учителя выводили быстро из школы детей и их укрывали в траншеи глубокой, но которая была ослана еловым лапником, и закрывали траншею щитами, которые были замаскированы под дерн. Но авиация постоянно усиливала свои налеты. Занятия уже в школе были невозможны. Но в январе 1942 года в поселке появляется 458-й зенитный батальон. И были поставлены зенитки в разных частях поселка. У локомотивного депо, у железнодорожного вокзала, у моста железнодорожного, в районе стадиона. Поэтому фашистские самолеты, подлетая к станции Санкова, не могли уже бомбить. Зенитки их не пускали. В нашем центре Истоки довелось познакомиться и переписываться с начальником штаба этого батальона и Андреем Анисимовичем Семененко, который проживал на Украине, в городе Запорожье. И он нам прислал схему расположения этих зениток. Поэтому такой памятный документ находится в нашем центре. Уже осенью 1941 года в нашем маленьком поселке появляются первые воинские захоронения. Это были воины, которые погибли во время бомбардировок эшелонов воинских. Это были воины, которые умирали в санитарных поездах. Это были воины, которые умирали от ран в нашей районной больнице. И в нашем поселке появляются вот такие одиночные захоронения. Но в 1966 году решением Санковского райисполкома все эти останки воинов были захоронены в одну братскую могилу. Каждый год 9 мая Санковчане приходят сюда, возлагая цветы к этому памятному месту. Недалеко находится еще одна братская могила. Там похоронены 4 железнодорожника, которые погибли с 6 мая 1942 года. Они вели эшелон, и фашистские самолеты бомбили этот эшелон. И бомба, одна из бомб, упала впереди на железнодорожный путь, но не взорвалась. И по инерции состав въезжает на эту бомбу и взрывается. Поэтому погибли 4 железнодорожника. Троих имена мы знаем, а вот 4-й железнодорожник неизвестен. И братская могила находится здесь. Тоже железнодорожники постоянно ухаживают за этим памятным местом. В 1995 году, в канун 50-летия Победы, в поселке Санков был установлен на вечную стоянку паровоз. В знак большого вклада наших железнодорожников в обеспечении перевоза года войны. Еще необычное захоронение есть у нас в поселке Санково. Это могила летчика Сергея Альфредовича Лимкуля. Мы с ребятами в нашем центре Истоки долгое время пытались узнать что-то о биографии этого замечательного летчика. Но, к сожалению, информация была очень-очень скудная. Это буквально 2 года тому назад нам удалось как-то воедино собрать то, что мы о нем знали. Здесь похоронен 26-летний аспирант Ленинградского института, будущий биолог и ученый-биолог, который в годы войны был летчиком. Он воевал над Балтикой, очень хорошо проводил разведку у немецких судов. Командование отмечало его особое умение работать во время тумана, особое умение летать во время ночных съемок. Поэтому интересную информацию, например, очень полезную информацию представлял летчик-разведчик нашим частям. И в конце войны, в 1944 году, Сергей Альфредович совершал уже дальние перелеты. И он даже бомбил Берлин. И однажды, возвращаясь с такого перелета, его самолет потерпел аварию и разбился. Разбился недалеко у деревни Соборова. Это случилось в январе 1944 года. Поэтому дата, которая здесь указана, 1942 год, эта дата неверна. Необходимо исправить, потому что Сергей Альфредович погиб в 1944 году. Сведения мы сегодня получили из архива Министерства обороны. В апреле 1942 года в нашем поселке вдруг внезапно появились матросы, пулеметчики, саперы, пехотинцы, рядовые, офицеры. Так начала формирование свое 25-я гвардейская стрелковая дивизия. Со всех ближайших районов пополняла дивизия свое формирование. И через три месяца, июльской ночью 1942 года, от станции Санково отошли 14 эшелонов. Эшелоны шли на Воронежский фронт. Так начала свой боевой путь 25-я гвардейская стрелковая дивизия. Путь ее был легендарный. Дошла с боями до Венгрии. И название позднее она получит легендарное. Будет называться 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская разнонаменная орденов Сувора Богдана Хмельницкого модострелковая дивизия. А позднее, в 1964 году, дивизия будет присвоена имя Василия Ивановича Чапаева. Дивизия воспитала в своих рядах 79 героев Советского Союза. И вот в память о том, что эта дивизия формировалась у нас, здесь, недалеко от места, где был штаб дивизии, была установлена эта мемориальная доска. Она была установлена по инициативе и при участии работников ремонтно-технического предприятия. И прежде всего, спасибо директор предприятия Льву Александровичу Айзенштадту. Поэтому памятный знак о формировании дивизии у нас сегодня есть в нашем поселке Санково. В 50-м году рядом с кинотеатром был открыт бюст дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Андрианова. Хоть и родился Андрианов в Бешенском районе, но детство свое провел в поселке Санково и окончил Санковскую семилетнюю школу в 35-м году. В годы войны был летчиком, командиром эскадрильи, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза дважды. В ходе реконструкции площади Ленина в 1971 году бюст был перенесен на привокзальную площадь. Конечно, мы помним о наших земляках, которые погибли в годы войны, которые защищали наше право на жизнь. И много можно имен сегодня привести, но буквально вот несколько. Анатолий Васильевич Дудин, вице-адмирал, командовал подразделениями на флоте. Иван Михайлович Корвин, участник ноябрьского парада 1941 года. Юные партизанки Лидия Благодерова, Екатерина Мохина. Единственный в районе участник парада Победы 1945 года, кавалер двух орденов славы Виктор Николаевич Матвеев. И список можно продолжить. И мы сегодня, конечно, помним о тех воинах, которые не вернулись с полей сражений. В 1975 году у Дома культуры был открыт обелиск славы. Его венчает надпись «Вечная слава, павшим за Родину». А в 1986 году, 9 мая, здесь у обелиска был впервые зажжен вечный огонь. Поэтому память о тех, кто защищал нашу страну, кто не вернулся с фронта, кто погиб во славу Родины, Это память священная, и это память жива. Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей встану. Все, что было не со мной помню, Бьют дождинки по щекам в палу. Для вселенной двадцать лет мало, Даже не был я знакомым с парнем, Обещавшим я вернусь мало. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, Игра хочет на то ночи, То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. В свое время известный русский историк Николай Михайлович Карамзин Говорил о том, что история предков Любопытна тому, кто достоин иметь Отечество. И приоткрыть страницы истории поселка Санково, Цель нашего Центра Краеведческого, Который работает уже более двадцати лет. Санковская земля Хранит в себе много тайн. Не все из них нам суждено разгадать, Но мы знаем, В ней есть нечто большее, Чем кажется на первый взгляд. В ней, как в капле воды, Отражена судьба страны, Ее прошлое и настоящее. Краеведческий Центр Истоки Продолжает свои исследования. Память о нашем прошлом Связывает исторические эпохи С новым поколением. И мы, Те, для кого Санково Является малой родиной, Рассказываем вам об этом. Чтобы историю наших предков Не забывали. И мы всегда могли С гордостью и уважением Возвращаться домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова